Здравствуйте, дорогие ребята! У нас урок по русской литературе в казахской школе. Урок 29. По теме. Чингус Турекулыч Айтматов. Повесть Джамиля. Цели сегодняшнего урока. Знакомство с идейным содержанием повести Джамиля. Развитие мыслительной деятельности. Умение вести беседу по теме. Формирование нравственных качеств молодого человека. В 1957 году была опубликована в журнале «Новый мир» Повесть Джамиля на русском языке, принёсшая Айтматову мировую известность. Эта повесть на сегодняшний день является самым популярным произведением Чингиза Турекулыча на всех языках мира. Только на немецком языке она была переиздана уже 37 раз. Сегодня на уроке мы познакомимся с текстами повести. Задание первое. Устно ответьте на вопросы. О чём эта повесть и кто является главным героем? Где жила Джамиля? Права ли была Джамиля, уйдя от супруга? Задание второе. Письменно. Прочитайте отрывок из произведения Чингиза Айтматова «Джамиля». По описанию внешности героини файл номер 2. Попробуйте назвать черты её характера и запишите в тетрадь. Файл номер 1. Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жёсткими волосами, заплетёнными в две тугие тяжёлые косы. Она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок спуская её на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, её и синие, чёрные, миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором. А когда она вдруг начинала петь солёные аильные куплеты, в её красивых глазах появлялся недевичий блеск. Задание третье. Устно. Сравните свой ответ с описанием характера Джамили файл номер 2 в произведении. Файл номер 2. А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено было невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову. Зато и не извила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала её, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой. Мне кажется, что мать видела Джамиле в её прямодушии и справедливости равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить её на своё место. сделать её такой же властной хозяйкой, какая же, такой же, как Байбище, хранительница семейного очага. Джамиля, дочь табунщика из горного Аила Бакаир. Садык так же был табунщиком. Однажды весной на скачках он не сумел догнать её. После этого, оскорблённый, он похитил её. Прожили они четыре месяца. Началась война. Садыка призвали в армию. Джамиля с детства гонялась отцом табуны, была у отца за дна и за сына, и за дочь. Работала с мужской хваткой. Она была хороша с собой, стройная, статная, с жёсткими, заплетёнными в две косы волосами. Сирота Данияр, раненый на войне, вернулся в родной Аил. Жил одиноко, ночевал в копнах у самого берега. Между Данияром и Джамилёй возникла настоящая любовь. Это центральная тема этой повести. Задание номер четыре. Вопросы. Ответьте на них устно. Как вы думаете, правильно ли поступила Джамиля, когда ушла из Аила, бросив свою семью и поддавшись чувствам? Тяжело ли ей далось и это решение? Можно ли оправдать её поступок? Как вы думаете, что стало последним толчком в принятии решения уйти вместе с Данияром из Аила? Подведём урок. В повести Джамиля есть главное, без чего люди не могут жить. Любовь. Любовь, освобождённая от корости. Любовь, которая помогает людям выбрать единственное верное решение, единственный верный путь. Так полюбили друг друга Джамиля и Данияр. Происходит обыкновенное чудо. свет истинной любви освещает всё вокруг. И в этом свете хорошее особенно выглядит особенно хорошим, чистым, достойным. А тёмное и плохое как бы теряет свою силу, становится жалким и ненужным. В повести Джамиля свободолюбивый женский характер, стремящийся к духовному росту. Прежние феодальные традиции повелевали женщине быть покорной мужу и свекрови и не оставляли ей никаких прав. Джамиля уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову. Тема раскрепощения женщины при общении её к социальной жизни сюжет этой повести. Задание четвёртое. письменно. Это и будет домашним заданием. Первое. Опираясь на вопросы, составьте сообщение на тему «Свет истинной любви». 200 слов. Сфотографируйте работу и отправьте учителю. Второе. Прочитать работу Нурсултана Абишевича Назарбаева «Слово о независимости» со страницы 460 до 461 к следующему уроку. «Свистер» «Степер» «Степер» «Степер»